Добро пожаловать на пересадочную станцию. Сегодня мы отправимся в Мерлит РПГ. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. И приготовьтесь, мы отправляемся. «Сдохни, тварь!» — крикнул укрывшийся за дубовым столом паладин. «А сейчас упаду брюхом кверху и глазки закачу!» — ехидно отозвался оборотень, прятавшийся где-то за барной стойкой трактира. «Фиг тебе!» И действительно, над стойкой показалась мохнатая лапа, скрученная в вышеупомянутую фигуру уничижения соперника. Воин храма только этого и ждал. Звонко тренькнула тетива арбалета, и оборотня отбросила к стене. Ладонь его была прибита к бревнам трактира. Отличный выстрел. «А-а-а! Мать твою, паладин! Серебро! Жжется, жжется, проклятая! А-а-а!» — вопил зверочеловек. «Эй!» — умолк вдруг он. «Погоди-ка! Это же не серебро, простое железо! Эй, паладин, из какого, ты говоришь, храма? Хитара бога нищих, что ли?» — оборотень осклабился, продемонстрировав огромные волчьи клыки. Паладин стиснул зубы. Последнюю крупицу серебра он два дня назад отдал за ужин, и поэтому с радостью взялся помочь крестьянам извести оборотня. Обещали хорошо заплатить и пустить на ночлег. Что ж, золото еще заработать нужно. Уже три часа безуспешно гонялся он за нечистью по всей деревне. И сейчас, наконец-то обездвижив монстра, он не собирался упускать его. «Я же тебя по-хорошему просил, сдохни», — грустно произнес паладин, вылезая из-за стола и вытаскивая меч из ножен. Оборотень рванулся, но пришпилило его надежно. Он умоляюще посмотрел на паладина и тихонько заскулил. Воин замер, наткнувшись на полный боли и отчаянья взгляд. Но бурчание голодного живота заглушило стоны оборотня и голос совести. И паладин замахнулся. «Эй, эй, эй!» — оборотень вжался в стену. «Это он у тебя тупой, что ли?» — кивком указал он на тусклое лезвие меча. «Да еще и ржавый. Таким мечом голову не отсечь. Это я тебе как кузнец говорю». «Хороший меч стоит хороших денег», — огрызнулся воин. «Не бойся, отрублю. Мне спешить уже некуда, могу и мечом помахать. Ударов шесть мне хватит, я думаю». «Ишь ты, кузнец он!» «Люди добрые, да что же это на свете делается-то?» — бывший деревенский кузнец ошалело уставился на паладина, глаза которого горели пламенем решимости и... голода. Это было последнее, что увидел в своей жизни жуткий оборотень. Крестьяне молча отступились, когда из полуразрушенной таверны вышел шатаясь, нанятый ими вчера паладин. В руке воин храма сжимал голову оборотня. «Че-то она какая-то вся измочальная. Вы ее, сударь-рыцарь, зубами что ли отгрызали?» — нахмурился староста. «Дед, тебе-то какая разница? Вот твой оборотень дохлый. Я свою часть уговора выполнил, так что теперь твоя очередь. Где мое золото? Где мой ужин и крыша над головой?» Паладин вытащил из кармана контракт квеста и помахал им перед носом старосты. «Ты мне в лицо бумагой своей не тычь. Все одно читать не умею. Наград ты свою уже получил». «Не понял». Воин уставился на пустые руки старосты. «Какую-то награду я получил». «Самую, что ни на есть бесценную», — заулыбался в бороду дед. «Ту, которая дороже любого золота». «Алмазы? Меч заговоренный? Ну же, старик, не томи». «Опыт. Бесценный жизненный опыт». «Не понял». «Какой еще опыт?» «Здесь же черным по-пергаментному написано «Золото ночлег».» Едва не сорвался на крик Паладин. «Тьфу ты, говоришь, неграмотный я. Золото тебе не дадим. Вы с оборотнем пока воевали, два амбара по бревну раскатали. Кузницу сожгли, лавку скобяную, без крыши оставили. Да еще и в трактире набезобразничали. Так что золото мы себе оставим на возмещение убытков и на компенсацию морального ущерба. Да и зачем тебе золото? Опыт, он намного ценнее для героев, вроде тебя». «Неграмотный, говоришь?» Паладин нехорошо улыбнулся и положил ладонь на рукоять меча. «Тихо, тихо ты! Коль буянь начнешь, так мы этого тебя и на вил поднять можем». Крестьяне, незаметно для воина, взявшие его в кольцо, угрюмо осклабились и потрясли вилами да топорами. «Вооружены были даже дети кухонными ножами». «Ладно», — сдался Паладин. «Ну а ночлег, ужин? Хотя бы еды на дорогу соберите, изверги. Я же вас спас». «Ага, спас, как же, кузнецу нашему голову срубил», — раздался женский голос из толпы. «Трактир, трактир наш во что превратил? А завтра, между прочим, суббота», — вторил кто-то. «И вообще, кузнец наш тихий был. Ну, задушил пару куриц. Что нам, жалко, что ли, их?» «Ребенка моего крестил. Хороший мужик был, душевный. А кто ж нам теперь будет гвозди ковать? Да зубы железные!» Крестьяне жали кольцо. Лица их были суровые и озлобленные. «Не пущать убийцу в дома наши!» — заголосил кто-то. «А ну разойдись, а не то бошки поотсекаю», — припугнул их Паладин. «Ладно, ничего мне не нужно от вас. Лучше б мимо проехал, пусть бы вас всех оборотень сожрал». Толпа раступилась, пропуская воина к его лошади. Воин швырнул пергамент выполненного контракта на землю, и тот вспыхнул, сгорев без следа. «Вы получили новый уровень», — томно произнес мелодичный женский голос. Опыт начислился, и появилось окно выбора навыков. «Твоюж! Опять плюс один защиты!» — выругался паладин и ткнул в убеждение шестой уровень, плюс шестьдесят к золоту за выполнение заданий. «Лучше б навыки починили, криворучки!» — погрозил он кому-то кулаком в небе и направился к лошади, под бурчание собственного живота и выкрики крестьян. Седло он проел еще неделю назад, и особого энтузиазма по поводу предстоящего трехдневного конного похода не испытывал. С возвращением! Если вам понравился этот мир, поделитесь им в социальных сетях, поставьте лайк и обязательно напишите в комментариях. Ну а чтобы отправиться в следующий, просто нажмите на одну из иконок на экране. И до встречи в следующих мирах!